МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанская компания Шежер Ди Энеи опубликовала книгу «Этногенез казахов. Историко-генетический аспект», в которой впервые затронут вопрос происхождения казахов с точки зрения популяционной генетики, сообщается на сайте КазПравды. Научным редактором издания является Айбулат Кушкумбаев. В этих очерках мы постарались собрать воедино все те материалы по казахам, которые были опубликованы ранее в различных изданиях. С одной стороны, это сделано для подведения промежуточных итогов казахстанского ДНК-проекта. С другой, мы хотели привлечь внимание историков широкой общественности к исследованиям в этой сфере, а также для ввода в научный оборот данных по гаплотипам и гаплогруппам более 500 казахов, исследованных в лаборатории Family 3DNA, сказал научный руководитель проекта Жоксил Иксабитов. В Алматы закрыли канатную дорогу на гору Коктубе в связи с реконструкцией, передает корреспондент Биньюз Кейзет. Канатная дорога на гору будет закрыта до 1 июня 2015 года. После реконструкции будет открыта новая гондольная пассажирская дорога. Раньше у нас функционировали всего два вагона. Теперь на канатной дороге появится 17 гондол. Будут установлены новые опоры, построено новое здание станции. Строить канатную дорогу предстоит французской компании POMA. Канатная дорога будет проходить на том же самом месте длиной в 1726 метров, сообщили в пресс-службе Коктубе. Канатная дорога на Коктубе была запущена 4 ноября 1967 года. Довольно долгий эксплуатационный срок, большие очереди и неудобства из-за отсутствия дополнительных кабинок на канатной дороге подтолкнули руководство парка к старту реконструкции. На дороге работали всего две кабинки, которые могли перевозить лишь по 20 человек. Одна едет вверх, а другая в это время вниз. Во время культурно-массовых мероприятий гости испытывали неудобства. Более того, канатная дорога – это техника, которая требует обновления. General Motors, крупнейший автопроизводитель в США, может выпустить первый в мире серийный автомобиль, отслеживающий движения глаз и головы водителя, контролируя степень его внимательности на дороге. В подробностях пишет информагентство Dixie News. Ранее австралийская компания Seeing Machines совместно с фирмой Takata, выпускающие средства безопасности для автомобилей, подписали контракт General Motors о поставке таких устройств для установки на 500 тысяч машин в течение последующих 3-5 лет. Для начала системы будут учитывать движение головы водителя и предупреждать его, если он недостаточно следит за определенными зонами, к примеру, редко смотрит в лобовое стекло или зеркало заднего вида. По словам главы Seeing Machines Кена Крюгера, со временем такая система, основанная на камерах-детекторах движения, может позволить водителям открыть то или иное приложение на подключенном к машине смартфоне, просто наведя взгляд на определенную точку и нажав на кнопку на руле.